Мне попался интересный фильм, короткий, ему всего 9 минут. Этот фильм показали один раз на Ленинградском телевидении в начале 70-х годов. Называется он «Адонис. 14-й козел-провокатор». Суть этого фильма – жители горных селений используют козла для сопровождения стад, овец по узким горным тропам на пастбище и обратно. И на больших мясокомбинатах держали специально обученного козла, которого именовали козел-провокатор. Этот дрессированный козел по узкому коридору возглавлял шествие овец к месту бойни. Овцы оставались там, а козел получил свою порцию корма, шел отдыхать до следующего раза своего использования. Вот он привел на мясокомбинат, вот он идет первый. Повесили ему колокольчики, чтобы его было лучше слышно и видно. Вот он. Вот название фильма. Вот ему дают сахар козлу. Наверное, мало его сахара. Понимание приходит. Сейчас снимут с него эти колокольчики. И отправят следом, кстати. Там в конце будет тоже бирка висеть в его память. Наверное, не знаю, почему бирка. Вот он поехал, по-моему, это он. Выполнил свою работу. Так же, как и вот эти мушкетюры и гвардейцы кардинала. Они тоже будут не нужны. 400 тысяч человек. Понимаете? Вот он, бирка Адонис. Адонис. И вот колокольчики, которые у него. Так что, дорогие мои, все просто. Действительно, некоторые пишут о том, что сейчас идет разделение. Ну, не сколько разделение на получивших или не получивших, а разделение на слабых и сильных духом. На глупых и те, которые, если не знают, то спрашивают у знающих. К сожалению, это так. Наверное, это все и должно произойти. Но цель моего обращения к вам именно для того, чтобы те, кто должен спастись, чтобы они спаслись. Будем жить, дорогие мои. Господь управит. Подписывайтесь на мой канал. У меня новый канал. 8 каналов у меня закончилось. И, наверное, если бы я не говорил вам полезные вещи, наверное, бы YouTube не трогал мои каналы. Ваш Евгений Лопать.